Зимой 452-463 года Атела совершил со своей кавалерии грыть до Аральского моря и, может быть, до Бактрианы, северной части современного Афганистана. Где-то в Средней Азии он встретил прекрасную молодую девушку, удивительно похожую на Керри Куо, но с пышными светлыми волосами, падающими до уровня почек. Она могла быть потомком древних сакар. Атела дал ей гунское имя Илди Куо и привез в свою столицу. Она была исключительной красоты, с совершенно правильными чертами лица, может быть, маленькая ростом, но напоминающая по мнению грека Прескоса саму Венеру. Атела забыл о своей великой невесте, римской принцессе Гонории. Ведь он ни разу в жизни не встречался с Гонорией и думал все время о ней, понимая, что их брак будет служить реализации великой мечты. Он искренне жалел принцессу, надеялся на счастливую гармонию отношений. Но Гонория, скорее всего, погибла. Атела полюбил Илди Куо, может быть, еще сильнее, чем он любил Керри Куо. Но он предназначил ей роль императрицы и решил организовать в марте 453 года грандиозную свадьбу. Это был самый счастливый день Атилы. Столько приехало друзей и вассалов, чтобы разделить его радость и помочь в борьбе за реализацию его великих планов. Свадебный банкет длился слишком долго, и Атела пил за здоровье каждого из знатных гостей. Он должен был неизбежно опьянеть. Атела был в самом прекрасном настроении, магна Хиларитей Трисалутус пишет Иорданес. Он собирался идти в поход на Рим вскоре после свадьбы. Некоторые азиатские вассалы и союзники прибыли с подарками и добровольцами из очень далеких краевых. Один из них подарил Атиле бронзовые трофейные китайские вазы, украшенные загадочными знаками. Другой привез странные картины и статуи из слоновой или мамонтовой кости. По улицам столицы прогуливали под удивленными возгласами толпы неизвестных или чудовищных животных. Продолжение этой романтичной и ужасной драмы хорошо известно. Атела умер в ночь свадьбы, задохнувшись от хлынувшего из носа крови, рядом с прекрасной Илдикоо. Войска провожали своего великого императора в последний путь парадами, военными играми и эпическими песнями. Слова одной из этих песен дошли до нас царя Атела, самый великий из гумнов. Родившийся от Мунтзука, предводитель самых смелых народов, обладавший неслыханным до него могуществом, владел империей, охватывающей всю степь и Германию. Потом напал на две римские империи, нагоняя страх на их города, но не тронул другие, уступив просьбам, согласившись на ежегодную дань. После всех этих подвигов без раны от врага, без предательства своих, среди благополучия своего народа, радостной среди своих радостей, он упал и умер, не испытав ни малейшей боли. Кто скажет, что это не прекрасный конец, не требующий никакой мести? Гвардейцы кинжалами царапали свои лица, чтобы плакать кровью, ибо плакать слезами они считали недостойным для настоящих богатырей. Тело Атилы положили в тройной гроб, внутри железный, потом серебряный и снаружи золотой. С ним вложили золотой меч победы. Никто не знает, где его могила. Некоторые думают, что гуны похоронили своего вождя под руслом реки, заградив ее временной плотиной, которую потом разрушили, чтобы никто не тревожил вечный сон императора. Но мы думаем, что он, может быть, спит на вершине высокой горы, ближе к вечному небу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok